МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА На канале ТВ-2 вы смотрите новости общественного телевидения Наукограда в студии Антонина Лемкова. Евгения Андреевна, здравствуйте. Сначала коротко о главных темах выпуска. Сработали маячки, своевременное расселение предотвратило трагедию. Впервые в городе чемпионат по классическому регби. Бейчане принимали новосибирцев. Бизнес-инкубатор поддержал депутатский проект. Четыре лаборатории будут в распоряжении молодых ученых. А теперь об этих и других событиях подробнее. Трагедия в Омской казарме, когда под обрушившимся зданием погибли 23 человека, едва не повторилась в Бийске. Многоэтажный дом на улице Разина в буквальном смысле слово «поплыл». Из-за большой вероятности разрушения людей эвакуировали. Евгений Плохотин продолжит. Когда наша съемочная группа подъехала к четырехэтажке на улице Разина, дом был в оцеплении. Правоохранители посторонних на территорию не пускали. Всех жильцов в срочном порядке эвакуировали. Сказали забирать личные вещи, документы, паспорта и все. Задача органов местного самоправления сегодня не допустить чрезвычайной ситуации. Не допустить, чтобы произошло обрушение, чтобы погибли люди. Дом на Разина был построен 55 лет назад. Серьезные проблемы начались в 2012-м. Причина в канализации. Более 20 лет в подвале стояла вода. В итоге просел фундамент. Строение начало разрушаться. В комнатах осыпается штукатурка. В стенах глубокие дыры, полы проваливаются. Как трещит дом, люди слышали каждую ночь. О проблемах жители говорили еще в конце мая. Два года назад в подъезде были сделаны маяки. Вот они, здесь их около сотни. Но накануне они начали рваться. Частично произошло обрушение лестничной площадки. Между вторым и третьим этажами. Прошло проседание. Идет перекос плит порядка 20-30 сантиметров. То есть плиты в подвале складываются в центральную перегородку. В результате этого мы видим трещины на фасадах. Управляющей компании у дома нет, как и нет денег на капитальный ремонт. Зато есть долги жильцов за услуги ЖКХ. По помощи от администрации, дайте денег, чтобы мы на это ремонтировали. Я не могу выделить деньги на частную собственность. Не могу, это незаконно. А у нас есть только частную, у нас есть. А вот на муниципальные, там есть доля муниципальных квартир. Эту мы свою долю вложим. Вот вы давайте соберитесь, примите решение, мы свою долю вложим. Но я не могу на частную собственность платить деньги. Жители эвакуировали из второго и третьего подъезда. Это 68 квартир. Одни нашли место для ночлега сами. Другим временное жилье в поселке Боровом предложила администрация. Многие остались ночевать на лавочке соседнего дома. Дальнейшая судьба людей, да и самого дома пока не ясна. Есть два варианта. Либо сносить аварийный дом, либо делать капитальный ремонт. Окончательное решение будет принято в ближайшее время. Евгений Плохотин, Иван Зяблицкий, Новости ОТН. Более 200 многоквартирных домов отремонтируют в Алтайском крае до конца 2015 года. А вот бийская многоэтажка по улице Разина в этот список, скорее всего, не попадет. Денег на ремонт жители не накопили. Капремонт в этих домах пройдет на средства собственников жилья, накопленных ими на общем счету регионального оператора. В многоэтажках отремонтируют кровли, инженерные системы, подвальные помещения, фундаменты, подъезды. В 2014-2015 годах первый краткосрочный план региональной программы капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах реализовались с помощью средств господдержки. За это время удалось отремонтировать 121 жилой дом в городах и районах Алтайского края. На все эти работы ушло более 240 миллионов рублей. Депутатов в Государственную Думу россияне будут выбирать 16 сентября 2016 года. Президент России Владимир Путин сегодня подписал закон о переносе федеральных парламентских выборов в 2016 году с декабря на 3 воскресенья сентября. Соответствующий документ уже опубликован на официальном портале правовой информации. Новый состав депутатского корпуса должен собраться не позднее, чем на 30-й день после своего избрания. Одновременно в законе предусмотрены компенсации в форме социальных и финансовых гарантий для тех депутатов 6-го созыва, которые не переизберутся в Новую Думу либо в органы госвласти или местного самоуправления. Им вплоть до 4 декабря 2016 года сохраняется денежное содержание, парламентская неприкосновенность, служебное жилье и соцстрахование. На эти цели закладываются максимальные расходы из средств федерального бюджета в размере 713 миллионов 700 тысяч рублей. Из расчета 1 миллион 586 тысяч рублей на каждого из 450 депутатов. Все последующие выборы в Госдуму также будут проходить в 3 воскресенье сентября. Больше всех в Алтайском крае получают жители Затосибирский. А вот самая маленькая заработная плата у славгоровцев. Бичане в рейтинге, которые составили в Главном управлении по труду и социальной защите, находятся где-то в середине. Средняя зарплата в нашем городе составляет более 18,5 тысяч рублей, что почти соответствует среднемесячной зарплате по краю. По информации Управления по труду и социальной защите, наиболее высокую заработную плату получают работники, проживающие в Затосибирске более 23 тысяч в месяц, на втором месте Заринск, там почти 23 тысячи. Следом идут Белокуриха, Новоалтайский, Барнаул. Замыкает список городов Славгород. Заработная плата здесь чуть более 16 тысяч рублей. Среди районов первое место у Змейногорского. Здесь получают 20 тысяч 170 рублей. На втором месте Петропавловский, а на третьем Кулундинский район. Бийску досталось больше. В Алтайский край поступили 5 новейших рентгеновских цифровых аппаратов общей стоимостью 42 миллиона рублей. Наш город получил два аппарата. Один из них установлен в детской туберкулезной больнице, другой в противотуберкулезном диспансере. Точно такое же оборудование появилось в Славгороде, Рубцовске и Барнауле. Полученные аппараты расширили возможность диагностики туберкулеза во всех медико-географических зонах края. Для проведения необходимых обследований жителям отдаленных территорий теперь не требуется приезжать в Барнаул. АПАК-сервер поликлиники Алтайского краевого противотуберкулезного диспансера получает и хранит снимки с каждой территории Алтайского края и позволяет анализировать работу на местах. Бийский бизнес-инкубатор готов принять участников проекта Александра Прокопьева «Молодые ученые Наукограда». Все отмеченные экспертной комиссией и интересные идеи на этой площадке получат свое продолжение. Подробности у Ирины Дубицкой. С помощью прибора мы несем на белую подложку мы сможем измерить белизну и дятость этого покрытия. Проект резидента бизнес-инкубатора Татьяны Корупщиковой должен заинтересовать строительные компании и коммунальную отрасль. Ее небольшое предприятие разрабатывает лакокрасочные материалы, а здесь лаборатория бизнес-инкубатора их проверяют на соответствие ГОСТу. Именно такие проекты, развивающие экономику Бийска, имеют наибольшие шансы на воплощение в жизнь. Биотехнологические разработки, продукты функционального питания, полимеры, композиционные материалы – вот то, что востребовано во всем мире. И проекты, связанные с этими областями, ждут в первую очередь от молодых ученых Бийска. За четыре года существования бизнес-инкубатора в его стенах родились и были опробованы десятки идей. Вот самые свежие. Производство жидкого моющего средства, многофункционального, которое может быть использовано в самых различных сферах. Но основной ориентир мы делаем в качестве потребителя – это бюджетные учреждения. И второй проект – это производство кедрово-молочного напитка из ореха кедры с добавлением различных биологических добавок, витаминов. Евгений Пазников – один из членов экспертной комиссии конкурса «Молодые ученые Наукограда». Он убежден, проект депутата Государственной Думы Александра Прокопева поможет появиться на свет другим, не менее интересным и полезным разработкам. Если мы совместными усилиями с предприятиями города, с администрацией и депутатам Государственной Думы при реализации его проекта посодействуем в совершенствовании, в повышении профессиональных навыков наших молодых ученых, мы таким образом позволим обеспечить заполняемость нашего бизнес-инкубатора уже новыми проектами, которые, я больше чем уверен, выйдут не только на уровень города, но и края, и, возможно, за его пределы. В свою очередь, бизнес-инкубатор также готов помочь в дальнейшей реализации проектов. Четыре лаборатории, офисные помещения, консультации специалистов – все это поспособствует разработкам молодых ученых Наукограда воплотиться в жизнь. Ирина Дубицкая, Сергей Доровских, Новости ОТН. В Алтайском крае начала работать круглосуточная горячая линия для онкобольных и их родственников. Специалисты, телефонодоверие, жители региона могут пожаловаться на проблемы с получением обезболивающих препаратов. На звонки жители региона отвечают опытные врачи-онкологи и специалисты палеотивной медицины. Они подскажут, что делать, если обезболивающие не помогают, и куда обратиться, если врач отказывается выписать болеутоляющее средство. Медики гарантируют, без внимания не останется ни один звонок. Каждый обратившийся получит медицинскую помощь в течение суток. Телефон круглосуточной горячей линии 8-983-100-67-38. И продолжаем выпуск. Впервые в нашем городе состоялись соревнования по классическому регби. В рамках Федеральной лиги чемпионат России бийский регбийский клуб «Прайд» принимал Сибирь из Новосибирска. Бийские спортсмены смогли навязать соперникам борьбу, но в конечном итоге победу одержали новосибирцы. Итоговый счет 22-31. В этом году произошло реформирование правил чемпионата. Теперь все команды играют два тайма по 40 минут. По принципу, каждый с каждым дома и на выезде. Следующий матч бийский регби-клуб «Прайд» планируют провести в Новосибирске уже на этой неделе, в воскресенье 19 июля. Вот очередной домашний матч состоится 2 августа. Бийчане кризиса не боятся. Они над ним смеются. Вот такой кризисный обед предлагает своим подписчикам группа «Бийск» типичной ВКонтакте. Павел Быбин оставил свой комментарий. Ну хоть рис не нарисованный и кетчуп есть. А его тезка по фамилии Асокина отметила, что присутствие кетчупа в блюде – это уже признак буржуйства. Оптимистичное все-таки у бийчан чувство юмора. Друзья, мы будем рады интересным фотографиям и видеозаписям, которые вы сняли. Смело делитесь ими на наших страницах в социальных сетях. Нас вы найдете в Фейсбуке, ВКонтакте и Одноклассниках. Ну что ж, а мы завершаем выпуск новостей звонком от телезрителя. С 11 по 15 июля в Черышском районе Алтайского края на берегу реки Черыш проходил открытый районный фестиваль-конкурс «На Петров день». В эти дни там собрались фольклористы из разных регионов. Сейчас с нами на связи Вячеслав Мирлушин, преподаватель отделения фольклора Солонешинской школы искусств. Добрый вечер, Вячеслав. Здравствуйте. Помимо Алтайского края, откуда еще были гости фестиваля? Были гости из Новосибирской области, из Омской области, из города Москвы. Часто приезжают в Красноярский край к нам в гости. Нынче собралось более 150 человек на этом фестивале. И на фестивале мы общаемся, обмениваемся с этнокультурными знаниями, фольклорными знаниями. В селе Тулата мы проводили концерт, где фольклорные коллективы со всех съехавшихся районов и регионов выступали со своими обязательствами. А какие коллективы были из Солонешного? Из Солонешного были коллективы. Это был наш коллектив, наша детская школа искусств. Взрослый коллектив в этом году ездил, который называется «Добрые люди». И был коллектив из села Топольное. Это коллектив под руководством Аленой Марковой. Коллектив «Полянка» — народный образцовый коллектив фольклорный. Огромное вам спасибо за информацию, за ваш звонок. До свидания, звоните еще. До свидания, всего доброго. Дорогие друзья, хотите, чтобы о вашем празднике узнали все зрители ОТН? Звоните нам в редакцию. Напомню, телефон 31 10 50. С огромным удовольствием беседуем с каждым. А новости на сегодня это все. Мы на этом с вами прощаемся. И как всегда, желаем приятного завершения вечера и всего доброго. Берегите себя. До встречи завтра. А прямо сейчас блок полезной информации. Не переключайтесь.